Доброе утро, мои хорошие! Я встала, первый день я в Баку. Как классно я спала, это просто нечто. Единственное, что омрачало мой день, это ожоги. Правда, на видео они кажутся посветлее, на самом деле они ярко-красны и очень-очень болит уже который день. Я почему-то думала, что ожог будет болеть только на следующий день, а здесь получается спустя два дня всё равно очень сильно болит. Ощущения точно такие, как будто ты обожгла палец. Так что если вы едете на море, не забудьте с собой SPF-крем и не засыпайте на лежанке. Вот Твикс меня предупреждал, предупреждал. Я его не послушалась и вот результат. Проснулась я тут и здесь такая красота. Груши уже гниют, надо что-то думать, что можно из них приготовить. Можно компот. Мама в интернете посмотрела в ютубе рецепт варенья из груш. Надо приготовить обязательно. И здесь у нас персики, которые нам передал друг папы. И яблоки вот такие. Я их просто обожаю. Даже надо посадить, мам, такое дерево. Обязательно. Они такие, знаете, немножечко с кислинкой. И персики. Из персиков можно ничего не готовить, можно их просто покушать. А, знаешь, из этого сорта очень хорошее варенье получается. Когда мне звонит доставка Шейн, я настолько радостна. Я просто бегу на крыльях любви. Приехал мой заказ. Наконец-то у меня два заказа. Один еще в пути. Этот уже пришел. Но очень быстро в последнее время приходят заказы. Не все вещи здесь мои. Но я тупанула, заказала два одинаковых платья. Прикиньте. У меня прям руки чешутся. Хочется распаковать. Сейчас надо привести себя в порядок. Немножко волосы уложить. И буду распаковывать прям на видео. Посмотрите, какое шикарное платье. У меня, правда, здесь все болит. Но, несмотря на это, я буду мерить и снимать для вас видео. Платье помятое. Нужно все погладить, все вещи, а потом уже все снимать. Самый главный плюс этого платья, это то, что можно его носить без бюстгальтера. А летом это самое то. Плюс платье не просвечивает. Все швы ровные. Ни одной ниточки не торчит. И еще у меня таких платьев две штуки. Чтобы все перепроверить, все на месте или нет. Я все распаковала, посмотрела. Вот это второе платье. Здесь шортики. Но вы уже наверняка видели видеораспаковку. То есть, это как бы видео из прошлого. Некоторые вещи мне надо погладить. Например, велосипедки. Не вижу смысла гладить. Купальники. Это все гладить не нужно. Единственное, надо это платье погладить. И вот эти шортики. Господи, почему это так сильно жжет? Я прям не могу. В инстаграме мне посоветовали наносить вот эту мазь. От Бипантен. Мне, если честно, некогда сидеть ныть. Мне надо выпрямлять волосы. А волосы будут липнуть на Бипантен. Поэтому я придумала такой лайфхак. Вот такая пленочка. И сейчас могу приводить волосы в порядок. Потому что я сейчас буду снимать распаковочку. По идее, для экономии времени можно было просто расчесаться или сделать хвостик и сесть снимать видео. Но хочется, чтобы вам было приятно смотреть на меня видео. На мукбанках я тоже стараюсь выглядеть достаточно опрятно. Что-то делать с волосами. Но почему-то в конце, когда я пересматриваю то, что я сняла, все выглядит просто ужасно. Во-первых, мои волосы, мою прическу совершенно незаметно. Потому что голову видно тоже наполовину. Самый главный акцент у нас там на еде. Поэтому я всегда выгляжу ужасно. Но у меня есть одна черта. Я ненавижу переснимать видео. То есть я всегда снимаю все с первого дубля. Не люблю ничего переделывать. Даже если есть возможность, например, распаковку, можно переснять. Я это никогда не делаю. Потому что всегда стараюсь экономить время. Снимать как можно больше контента. Например, даже мои видео в ТикТоке почти все сняты максимум с третьего дубля. То есть у меня не бывает такого, что, например, 10 дублей я выбираю из них самые лучшие и выкладываю. То есть я работаю всегда на количество, а не на качество. Я все-таки решила, чтобы не было видно эти покраснения. Хотя бы минимально было их видно. Решила надеть вот это платье. И сейчас буду снимать для вас распаковочку. А еще вот так обновила макияж. Сейчас еще красная помада. И буду красотка. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. Вы знаете, что я очень люблю заказывать вещи онлайн. И сегодня у нас распаковка с сайта Шейн. Я уже сняла для вас распаковочку. Теперь буду каждую вещь фотографировать и загружать в Шейн, чтобы у меня появились бонусы. Это, кстати, очень выгодно. Потом в дальнейшем, когда вы будете совершать заказ, у вас уже будут бонусы. Например, за это все я могу заработать доллар. Это, конечно, мелочь, но все равно приятно. Поэтому сейчас буду все это фотографировать. Затем это все буду упаковывать обратно. И отнесу к Перване. Потому что это все заказы для нее. И ее родственников, точнее говоря. А еще я, пожалуй, пойду уже в этом. Наделаю вот эту юбочку. Это юбка шорта. Очень удобно, когда ветер. И вот мой заказ. Этот кроп мне обошелся всего 2,5 доллара. Ну, почти бесплатно. Классный, да? Мне очень нравится. Вещи фотографирую я, чтобы получить бонусы. А бонусы потом заставляют меня сделать еще один заказ. И получается такой замкнутый круг, напоминающий болото. Из которого очень сложно выбраться. Зайдя в приложение, вы можете увидеть все ваши заказы за всю историю покупок шеи. У меня было свободное время. И просто чисто для любопытства я решила сложить стоимость всех заказов. В одной руке у меня был калькулятор. В другой руке телефон, где было открыто приложение. И как вы думаете, сколько всего я потратила денег с 2021 года апреля по сей день? Я просто поставила опросник в инстаграм и посмотрела на варианты, которые накинут мне люди. И как вы думаете, все писали 1000 долларов, 1500 долларов. На самом деле я потратила 2740 долларов. Это очень много. Но учитывая, что это полтора года. И плюс я заказывала не только себе, но и, например, иногда подружкам. Но по большей части, на самом деле, себе. Я просто стараюсь себя оправдывать. Закину это в инстаграм. И девчонки меня поддержали. Все написали, что это же за полтора года. Это же нормально, все круто. Люди себе одну сумку покупают за эту сумму. Я успокоила себя, но хотя бы на какой-то период нужно остановиться. Я прямо это чувствую. Для вас прошла секунда. Для меня два часа. Я хотела взять камеру с собой, но в последний момент забыла. Поэтому не засняла там ничего. Но я уже пришла домой. Вот такое у меня комби. Кстати, платье, которое я заказала, два я уже пристроила. Это платье очень понравилось. Примяшки Перваны. На нее вообще супер село. Но это платье реально не может не понравиться, потому что оно обалденного качества. И я так и знала, что оно у меня не останется. А еще мой сладкий мами купила себе вот такую шляпку. Классная. А можно я ее на пляж возьму с собой? Классная. Мне очень понравилось. Еще я смотрю, ты фартук новый себе купила. Да, кладик на руках не покладилась. Очень красивый. Какой с медвежатыми. Кто что покупает? Кто шей на платье купальники покупает? Кто вот такие вот вещи?